Сестры, давайте скажем слава Господу, что могли тут собраться. В начале проповеди я хочу задать такой вопрос, чтобы мы подумали, чем в Евангелии Иисус Христос, или как поощряет нам быть похожи на Бога Отца, в чем именно. И пока мы думаем об этом, я хочу начать свою проповедь и почитать сначала с Матфея. Давайте откроем главу 19 и прочитаем 16 до 2 стиха. И вот некто, подойдя, сказал ему, «Учитель благий, что сделать недоброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему, «Какие?» Иисус же сказал, «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, нельже свидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему, «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне». Иисус сказал ему, «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое, и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Я когда готов проповедь, я это место прочитал, мы это, я думаю, историю все слышали много-много раз. Знаете, историю мне это всегда, я не знаю, не так, может, сильно ее понимал. Как это, знаешь, Христос сказал этому человеку продать все и разделить с бедными. Этот человек, может, сам заработал это, и это, конечно, очень тяжелая, как бы сказать, заповедь. Христос сказал этому человеку, и этот человек, видно, как тут написано, что он услышал это слово с печалью, потому что у него было большое имение, и он отошел. И он решил, наверное, не идти мой за Христом, потому что ему это не понравилось. Знаете, я думал это, и если этот человек, его Христос сказал ему сделать вот это, это сделай, знаете, не делай больших грехов. И также написано, что люби ближнего твоего, как самого себя. Знаете, ну, может быть, это, если этот человек бы, скажем, любил своего ближнего, как он сказал Христу, что я с детства исполнил все эти заповеди, но если ты любишь ближнего, так, самого, как себя, как этот человек, например, стал богатым, может, Христос видел его сердце, может, он знал, что этот человек, может быть, по правде, и я не знаю этого человека, не хочу осуждать, но может, этот человек, может быть, он не был такой добродетельный, может, он был, может быть, даже жадный. Как он стал таким богатым, если он любил ближнего, как самого себя? Знаете, если ты видишь какого-то там бедного, и ты часто делишься своими деньгами, может быть, даже ты не сможешь быть таким богатым. Я не думаю, это был человек просто там, чуть-чуть там богатый, знаешь, там у него было два осла, когда у всех один был осел. Я думаю, этот человек был поистине, может, очень богатый, ему это не понравилось. И может, за это Христос просто ему как бы показал, что, может быть, ты не исполнял вот эти все законы, которые ты говоришь, что ты исполняешь с детства. Ты по правде любил ближнего своего, как самого себя, или нет? И сегодня я хочу чуть-чуть поговорить о моей теме. Это будет «Милосердие» я назвал, или «Люби ближнего, как самого себя». Знаете, «Милосердие» написано, что это плод Духа. Есть плоды плохие, плоды плоти, но это плод Духа. И написано в Библии, что на таких плодов Духа нет закона. Если мы представим, что, например, есть разные плоды, когда был Эдемский сад, были плоды, большинство, на все деревья были хорошие, и Бог сказал, вы вкушайте вот эти все плоды. Но было одно дерево, и Бог сказал, не вкушайте. Вот, скажем, вот это дерево, где Бог сказал, не вкушать Адаму и Еве, это все плоды плотские, плохие, а вот эти все плоды другие, эти вкушайте, это для вас полезно, это хорошее. И один из этих плодов, можно сказать, это «Милосердие». И на таких, знаешь, нету закона, потому что это то, что Бог хочет, чтобы мы делали. Нету закона, который говорит, что, знаете, не будь сильно милосердным, или что-то хорошее, сильно много не делай. На таких нету закона написано. Это плод «Милосердие». Я не знаю, если у вас когда-нибудь такое было, я думаю, было у людей, много людей есть, но у меня было несколько раз, что вы, например, попали в суд, потому что получили этот, ну, traffic ticket, и тебе судья просил. Мне один раз были затемнены сильно окна, и мне судья просил и сказал просто, я тебе прощаюсь, и сними, поменяй эти, ну, окна эти, поменяй, чтобы было легально. И еще было пару раз, когда полиция сама осталась, прямо там на дороге прощала, хоть я сильно превышала скорость, знаете, и просто проявила милость. И когда такое случается, ты знаешь, что ты не заслужил это, ты знаешь, что ты сделал неправильно, но тебе все равно просили, простил человек, знаете, и проявил какое-то милосердие, непозаслуживание. И вот это есть милосердие, когда тебе кто-то или помогает, или прощает, или сострадает тебе, и не потому, что ты заслужил это, а именно из-за того, что ты не заслужил. И это есть милосердие, знаете, и это бывает или за жалостью мою, или за любви. Я хочу еще прочитать следующее место, это будет от Луки, 10 глава, 30 стих и до 37. На это сказал Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю, один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самаранин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницу и сказал ему, позаботься о нем, и если сдержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь, ты был ближним, думаешь, ты был ближним, попавшим разбойником? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему, иди, и ты поступай так же. Знаете, тут Христос рассказает историю. И я думаю, Христос специально выбрал таких людей, потому что, знал, что эти люди, иудеи, они не любили Самаранин. Знаете, и там был священник, там был Леви, и те люди, которые, можно было подумать, должны были самые первые помочь, они должны быть служители, они служители храма. Знаете, но эти люди, они не помогли, они не проявили эту милость, они подумали о себе. Знаете, чтобы иметь эту милость, чтобы помогать людям, чтобы даже кого-то просить, не надо какое-то звание, не надо быть священником, не надо быть Левитом, ты можешь просто увидеть, отнужающего человека, человека, который, знаете, у тебя жалило сердце из-за этого, ситуации у этого человека, и помочь, и ты можешь проявить этому человеку милость, так как этот Самаранин сделал. И когда читаешь Библию, и мы часто видим, что Иисус Христос, Он часто с Ним фарисеи, с Ним фарисеи спорят, там, о Библии, о Законе, и почему-то, кажется, очень часто им вот это не нравится, что надо возлюбить ближнего, как самого себя. Они как-то часто реагируют как-то неправильно на это. Мне кажется, потому что они более заботятся о своем знании, для них было более важное вот это, что они делали, чтобы их люди почитали, но не то, для чего призвал нас Христос. И еще следующее место, это 1 Яна, 4 глава, давайте почитаем 20-21 стих. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Знаете, как в Библии написано, Иоанн пишет, что для нас, что как мы можем любить Бога, если мы, например, видим брата, и видим, что наш брат голоден, или холоден, или нуждается в чем-то, и мы не жалимся с Него, и не проверяем любви, как мы можем любить, говорить, что мы любим Бога, когда мы Бога не любим, когда мы знаем, что Богу хорошо, а мы видим брата или сестру, и в нужде, и мы не можем любить и помочь, то в Библии написано, что мы не можем тогда любить Бога, это мы просто обманываем самим себя, у нас должно быть это любовь, это чувство сострадания к людям, когда мы любим Бога. Знаете, и Бог, Он умер для всех, мы это знаем, что Христос пришел, чтобы спасти всех. Знаете, Бог послал солнце, чтобы оно светило для всех, нету разницы, да, ты грешный, какой-то там грешный, да, фермер, да, он растит, что-то, да, и ему солнце светит, и ему дождь идет так само, как и христианину, фермеру, да, и светит солнце и тому, и дождь идет на того, и того, знаете, и так само мы должны свою любовь, свое милосердие проявлять для всех людей, а не избрачие. Знаете, мы, ты не верующий, мы для тебя милость не будем проявлять. Знаете, мы должны иметь эту любовь для всех людей. Бог нам, я думаю, призывает, что мы проявляем милосердие не просто даже только верующим, но, я думаю, всем людям, которым мы встречаемся. И часто мы, как написано в добродетельстве, надо быть рассудительством, но мы часто, это, конечно, хорошо, если кто-то вот прямо там стоит и просит, дай мне деньги, чтобы я купил пиво. Конечно, мы не будем такому человеку давать. Ну, и да, я думаю, мы бываем не просто рассудительными, но мы бываем осудительными. Вот, скажем, человек какой-то, бомж спрашивает тебя деньги для еды, а ты, конечно, думаешь в голове, ну, он для еды спрашивает, но по правде он купит себе пиво или там травку или что-то такое купит, и ты уже осуждаешь этого человека, не хочешь помочь. Ну, я хотел задать вопрос, даже если вы дадите этому человеку деньги на еду, а он это неправильно потратит и купит себе пиво, кто больше согрешит, например, этот человек, который уже грешник, который умирает, купит себе пиво, или ты больше согрешишь, если ты ему не дашь деньги, а он по правде нуждался в еде тогда. Знаете, подумайте, кто больше тогда в этом согрешит? Знаете, конечно, он уже не может больше согрешить, он уже грешник. Я думаю, мы можем согрешить, если поправить этот человек. Нуждался в еде, и мы ему не дали, потому что мы сильно были рассудительны. У нас один член нашей молодежи мне рассказал историю, что там какой-то бомжа горела палаткой, он там забежал в эту палатку, чтобы спасти этого человека. Знаете, я тогда подумал, молодец, потому что я бы тогда точно был рассудительный, сильный, и тогда бы думал, там может быть какая-то, не знаю, бактерия, зараза, грязь, какие-то иглы там может быть, знаете, я не знаю, если бы каждый человек бы это смог сделать, но этот человек, он не подумал про это, и может быть спас кому-то жизнь, потому что он не сильно рассуждал, но видел, что кто-то был в беде. Хоть этот человек, может, недостойный, может, это там бомж сам подпалил палатку, может быть, он там курил внутри в ней, что-то делал плохое, не заслужил, конечно, этой милости, но этот человек не подумал и провел эту милость этому человеку, и может быть, спас ему жизнь. В Библии написано, что не мы возлюбили Бога, но Он нас возлюбил, и из-за этого Он послал Своего Сына. И, знаете, вот эти люди, может быть, какие-то бедные или которые нуждающие, они не должны нас любить, они не должны для нас что-то хорошее делать, чтобы мы проявляли к ним милость, знаете, или прощали их. Так само, как Бог, Он не ждал, чтобы мы Его первые возлюбили, и тогда я уже пошлю Сына Своего, чтобы умереть за нас, когда мы что-то первое покажем, что мы будем верны Богу. Нет, Бог первый послал Своего Сына, чтобы умереть. Так само, и мы должны проявлять эту милость именно тем людям, которые недостойны этой милости, которые не заслужили ее, так само, как мы не заслужили когда-то эту милость Божью. И мы все знаем, что убивать — это грех. А вот если человек, например, тонет у нас на виду, и там даже, скажем, не так много воды, и ты знаешь точно, ты его сможешь спасти. Вот если ты этого человека не спасешь, хоть ты знаешь, что его можно спасти, я думаю, это тоже так само грех, можно сказать, убийство, потому что ты этого человека не спас. Знаете, мы никогда никого, еды не забираем, конечно, мы там не делаем какие-то войны, что голод случается, но если ты видишь человека нуждающего, который от голода умирает, и ты ему не помог, то это может быть считаться на нас грех, что ты как этого человека дал этому человеку от голода умереть, если ты знал, что он сильно нуждается. Знаете, мы должны подумать, что если мы не помогаем кому-то ближнему, не проявляем это милосердие, мы не просто, может быть, это, знаете, так это, как бы мы были невнимателем, но мы, может быть, даже можем себе грех заслужить, что мы не сделали какое-то доброе дело. Мы все помним эту историю, когда был государь, и он своему должнику упростил 10 тысяч талантов, а потом этот должник пошел, увидел своего товарища, который должен был 100 динариев, и начал его там трости, душить, и это, говорю, отдай мне, и тот его просил, знаете, о милости, он говорит, нет, тебя не отпущу, пока не отдашь. И потом друг увидел, сказал этому государю, и тот уже сказал его, что ты будешь это у меня тут себе, пока ты мне все не дашь, да, или я просто думал, например, привести это на более современном примере. Представьте, если вам сильно была нужна машина на работу, и у вас был ездить на работу, и у вас был богатый друг, и вы подумали, ну, мне не только на работу, можно еще на собрание ездить, и он вам купил машину за, скажем, 80 тысяч долларов, и вы ему каждые там две недели звоните, и скажете, я скоро отдам деньги, скоро отдам, ты пока подожди, я уже почти насобирал, отдам, знаете, а он, например, уже в пятый раз позвонили, он сказал, знаете, ты мой хороший друг, я знаю, ты нуждаешься, ты проводишь для своей семьи, я тебе это, прощаю вот этот долг, вот сейчас приедь ко мне домой, у меня тайтл, приедешь, я тебе подпишу тайтл, будет твоя машина за бесплатно. И ты, конечно, такой рад, позвонил всем своим друзьям, рассказал, что тебе машина, за 80 тысяч долларов, просто друг хороший подарил, стоишься в эту машину, едешь к этому другу, чтобы он отдал тайтл, и вот видишь, там сбоку твой другой едет на работу, на велосипеде, который ты ему дал, и ты что-то подумал, о, как несправедливо, вот у меня уже целый месяц этот велосипед у меня купил, и до сих пор не заплатил. Ты выходишь с машины, начинаешь душить своего друга, говоря, отдай мне 50 долларов мои. На этом он говорит, подожди, подожди, я сейчас с работы вернусь, я тебе отдам. Он такой, нет, отдай сейчас. И кто-то друг твой проходит и позвонил этому другу, эту историю рассказал. Как вы думаете, когда вы приедете к другу этому домой, который услышал о том, что произошло на дороге, он отдаст вам этот тайтл, или он просто заберет эту машину и скажет, уходи отсюда больше, я не твой друг. Знаете, вот так мы это, когда-то Бог нас простил, знаете, в миллионы раз больше, чем мы можем кому-нибудь когда-то простить, и проявил нам милость в миллионы раз больше, чем мы, когда можем кому-нибудь проявить милость. Знаете, и мы должны вот такой думать, этой вот такой мыслью, что сколько бы мы милости не делали для людей, сколько мы бы не прощали, все равно Бог для нас больше делал, и чтобы нам не было жалко вот именно эту милость делать. Мы раз даром получили эту милость когда-то, мы должны и даром отдавать ее. Хочу еще почитать, это с Библии будет уже со Старого Завета, Второзаконие, пятнадцатая глава, от седьмого до одиннадцатого стиха. Еще почитать. Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих в одном из жилищ твоих на земле твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, то не оживстычи сердце твоего и не сожми руки твоей пред нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается. Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль. Приближается седьмой год, год прощения, и чтобы того глаз твоего не сделался, не имелести нищему брату твоему, и ты не отказал ему, ибо он возопьет на тебя Господу и будет на тебе грех. Дай ему взаймы, и когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое, ибо за то благослови тебя Господь, Бог твой, во всех делах твоих и во всем, что будет делаться твоими руками. Ибо нищий всегда будет среди земли твоей, тому я и повелеваю тебе, отверзая руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей. Знаете, мне нравится место, тут вообще практически вся проповедь в этом маленьком месте. Знаете, что в Израиле был такой закон, что на седьмой год они должны были прощать своим должникам. И Бог прямо тут говорит, потому что Он знал, какие есть люди, и что вот уже, может, шесть с половиной лет прошло, и уже скоро будет этот год прощения, а твой брат или какой-нибудь знакомый просит взаём, знаете, ты можешь подумать, о, через шесть месяцев, если он мне отдаст, то мне надо будет простить, и я ему, наверное, не буду давать лучше. Знаете, но Бог говорит, это будет грех, он будет возопиять, и потом грех будет на твою жизнь. А наоборот, если ты дашь, то придёт благословение. Знаете, часто Бог хочет нас проверить и дать нам благословение. Написано, что блаженны, милостивы, они помилованы будут. Я так думал, что, может быть, часто, конечно, разве Богу надо наши так деньги, например, если мы видим какого-то там человека бедного. Нет, конечно, Бог может любого человека найти, если мы будем сильно жадны и помочь этому человеку найти. Но мы часто, я думаю, христиан Бог, наоборот, ставится такое положение, чтобы мы, наоборот, себе приобрели благословение, помогает другое. Когда мы милостивы, к нам и Бог милостивы. Я думаю, нам Бог даёт в тот момент шанс заработать благословение, проявить себя, что мы будем милостивы к этому человеку. Я ещё хочу, я уже напоминал эту историю. Я думаю, вы сразу поймёте, Христос рассказал такую вот прищу, что Он хотел благословить человека, человека, да, и первого, наверное, Бог хотел благословить священника, потому что Он великий человек, знаете, дал ему шанс, чтобы заработать благословение, но этот человек просто посмотрел на это благословение и прошёл мимо, он испугался, наверное. Потом прошёл Левит, тоже Бог его хотел, может, Левиту следующему дать это благословение, и Бог дал ему шанс, но этот человек тоже прошёл и не получил это благословение. Ну, в конце, простой человек, какой-то самаранин, даже не из того народа, знаете, заслужил это благословение, он получил Богу это заслужение. Может, его, как написано, первый будет последний, последний будет первый. Его на самом последнем, всякий случай оставил, может быть, если уже думал, первые два точно получат благословение. Но пришел самарянину дать, потому что вот именно этот человек, он заработал это благословение, он получил это благословение, проявляя милость этому человеку, который нуждался. И он не побоялся, что его разбойники побьют, не побоялся, знаете, что с ним что-то случится, и даже своих денег не пожалел дать в гостиницу, чтобы присмотреть за этим человеком. Знаете, и Бог, он хочет, я думаю, проверяя это, когда мы благословим кого-то, когда мы имеем милость, то Бог еще более хочет, я думаю, нам будет проявлять милость, когда мы проявляем милосердие, когда мы прощаем, то Бог более, я думаю, усердно будет нас прощать и миловать. Знаете, фарисеи, они сделали вот субботу важнее, чем сам человек, когда Бог делал закон, да, я думаю, Он сделал вот этот день субботний, чтобы люди могли отдыхать, чтобы они не работали просто без остановки 7 дней в неделю, потом рано умирали там, или у них там болели спины, да, или там здоровьем были проблемы, Бог сделал субботу для человека, но фарисеи, они сделали как бы субботу намного важнее, чем человек. Да, вот это ученики шли, они были голодные, срывали колоссия, и фарисеи их осуждали. Христос исцелил больного человека, который наяву видели фарисеи, что он по правде был больной, и его Иисус по правде исцелил, это не просто был какой-то фокус, но по правде исцелил, и это им не понравилось, потому что для них была так важна суббота. Знаете, так самое для них был храм очень важный, для них было намного бы важнее, я думаю, они бы никогда бы не поделились, с каким-либо жертвоприношением, с голодным человеком, знаете, потому что для них было это так важно, вот это жертвоприношение. И Христос, когда пришел, он это все поменял, он сказал, что человек, вот это милосердие, это намного-намного важнее, чем эти все обряды, чем этот весь день субботний, намного важнее проявлять милосердие, и исцелить человека в день субботний, который по правде нуждается, чем, знаете, вот это именно соблюдать, вот этот закон и правило, которые они поставили. В одном месте книжник сказал, что, знаете, самое главное, что любить Бога и ближнего, больше все сожжения и жертв. И тогда Христос ему ответил, что недалеко от тебя, Царствие Божие. И когда вот этот книжник понял, что вот это вот, вот это любить ближнего своего, любить Бога, это намного важнее, чем все сожжения и жертвы, знаете, и тогда Христос сказал, что уже близко к тебе, знаете, и Христос также в одном месте сказал, что милости хочу, а не жертвы, знаете, что вот это, человек, он намного важнее всех этих обрядов, всех этих жертв, на много человек, но люди в Старом Завете, в Новом Завете, когда при временах Христа, но я думаю, в Старом также, они сделали вот это, так сильно важны вот эти все обряды, все эти служения, что они даже не смотрели на людей и на их нужды иногда. И еще сказал, что часто, хочу сказать, что мы часто, когда проявляем милость людям, мы можем быть даже Богу хвалу от этого. Я часто очень даже на работе, неверующие люди, что-то случится. Что-то хорошее с ними случается, они говорят «слава Богу», например, или «thank God», говорят, как они даже об этом не задумывают, но я думаю, даже иногда, если они даже, может, об этом не задумываются, или просто так говорят, ну, когда ты для них какую-то милость проявила, и они так, славя Бога, то это тоже идет слава для нашего Бога. И хочу еще прочитать от Матфея, 25 главу. Это 31-й до 46-го стиха. «Когда же придет Сын Человеческий во славе своей, и все святые ангелы с ним, тогда сядет на престолы славы своей, и соберутся пред ним все народы, и отделит одних от других, как пастор отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет Царь тем, который по правой сторону его, придите, благословенный Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели Тебя алчущим, и накормили, или жажущим, и напоили, когда мы видели Тебя странником, и приняли, и ли нагем, и одели, когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе. И Царь скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованные дьяволу, и ангелом его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен, и в темнице, и не посетили меня. Тогда и они скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели Тебя алчущим, или жажущим, или странником, или нагем, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе. Тогда скажут им в ответ, истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из всех меньших, то не сделали мне, и пойдут сие в муку вечную, а правильники в жизнь вечную. Христос нас тут учит, что когда мы что-то делаем для ближнего, или может даже не ближнего, там есть и странники, и заключенные, то мы это делаем для Бога. Давайте не забывать это, не забывать, что когда мы делаем для друг друга, когда делаем для других людей, то мы это делаем для Бога, чтобы нас Бог благословил, чтобы Бог это принял, это как за послушание Его закону, когда мы бываем милосердны к людям, другим, которые, может, даже не заслужили, которых мы не знаем, то Бог нас в этом благословит. Есть одна организация, которая помогает молодым мальчикам, которые в проблемы, или у них нет родителей, или иногда они в тюрьму куда-то попадают, и у них такая, как бы, не знаю, мауру, пословица, или как их, что у них там написано, что он не тяжелый, он мой брат. Я просто слышал это дано и просто хотел найти, откуда это взялось, и это был у одних такой дом сиротский, или не знаю, как они называют, для сира дом, и там у них одного мама, одного мальчика, Хауэрд его звали, отдала им, потому что он был, как у него был пол, и он стал как коллега, он еле ходил, знаете, и это там мальчики другие часто ему помогали заходить в этот дом, это сиротские, там были ступеньки, они должны были его носить вверх по ступенькам, на низ по ступенькам, и там главный, этот один раз одного мальчика видел, как он его тащит туда, назад, все время спросил, тебе не тяжело его тащить? Он сказал, нет, мне не тяжело, это мой брат. Знаете, и мы должны так смотреть на людей, что, знаете, мне это не тяжело, эту милость проявить, потому что он мой брат или моя сестра. Должно быть для нас это даже радостно, проявить кому-то милосердие или простить человека, просто должно быть, я думаю, для нас это было радость, что мы поняли не просто это делать, потому что это закон Божий, это в Библии написано, это Христос нас поощряет, да, мы милосердны, но я думаю, у нас должна была быть такая любовь, такая любовь к людям, что это мой брат или моя сестра, это моя семья, и я просто делаю это ради того, что это моя семья, и мне нравится это делать. И в конце я хочу почитать, вот стих последнего спрашивал, чему поощряет нас Христос, быть похожи на Бога, и это Лука 6, 36, так написано. Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд. Знаете, наш Отец небесный, Бог Отец, Он милосерд к нам, Он свою милость проявляет к нам каждый день. Мы сегодня слышали три свидетельства, да, про милосердие, про милость Божию, про Его охрану, Его, знаете, помощь в нашей жизни, когда мы молимся Ему, или, знаете, доверяем Ему. Знаете, давайте так само вот по этому примеру Божьему поступать в нашей жизни, когда мы видим кого-то нуждающего, или когда-то, мой, кто-то нам что-то сделал, Ему это они даже не заслужили, чтобы мы Его или Ее просили. Давайте проявим это милосердие и покажем, что мы христиане, что мы дети Божьи, что у нас это есть любовь. Аминь. Спасибо. 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 Спасибо.